Рада приветствовать вас во второй части по вязанию сарафанчика. Связала я высоту спинки, делала перекрещивание сначала с наклоном в левую сторону, затем в правую сторону 3 через 3 петли. И у меня получилась вот таким вот образом связанная широкая косичка по центру спинки. Далее вот такие вот 3 полосочки из платочной вязки и конечно же платочной вязкой, как и на полочках, я сделала обвязывание проймы. Если посчитать по количеству перекрещиваний, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полных перекрещиваний, я провязала после последнего перекрещивания в лицевом ряду изнаночный 1 ряд. Все, я закончила. Если по количеству провязанных изнаночных рядочков на обвязывании проймы, то у меня получилось 27 изнаночных вот таких вот полосочек платочной вязки. Вы уже смотрите в зависимости от того, насколько вы хотите, скажем, широкую пройму, в общем, глубокую. Если же хотите, можете сделать поменьше. Если по сантиметрам, у меня получилось 13 сантиметров. И теперь я начинаю делать закрытие горловинки на спинке, для того, чтобы у нас не топорщилась обвязка горловины. Сейчас мы должны определиться, сколько мы хотим оставить петелек для плечевых скосов. Я буду оставлять точно так же, как и на передних полочках. То есть, обязательно учтите, что у вас должны быть плечевые скосы по количеству петелек, одинаковые как с передней стороны, так и со спинки. Я буду закрывать точно так же 14 петелек, оставлять для плечевого скоса, то есть по изнаночной вот эти полосочки. Вот так вот здесь 14 у меня и здесь 14. И начинаем мы их провязывать. У меня, я не буду их отмечать, хотите, можете отметить маркерами, либо булавочками. Итак, первую кромочную снимаю, как обычно, далее вяжу по рисунку еще 13 петель. 2, 3, 4, 5. Далее 1 лицевая наша. Далее у нас идут 7 петель платочной вязки снова. Сначала идет 1 изнаночная, вот так вот. И далее 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть мы связали, получается, с вами обвязанную сторону проймы, затем отделительную нашу полосу, которая шла вот здесь вот с закрытия петелек проймы. 1 изнаночная и 6 петель платочной вязки первого столбика. Далее у нас идет изнаночная и лицевая следующие. То есть мы провязали с вами 1 плечо, их 14 петелек. Далее вяжем 1 изнаночную и 1 лицевую. То есть 2 следующие петли, 15 и 16. Далее, не довязывая дальше, мы берем, поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Делаем накид вот таким вот образом, рабочей ниточкой, вот так. Далее вяжем по рисунку изнаночная, лицевая и далее платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель столбика, далее 1 лицевая, 1 изнаночная. Петли обвязки проймы и кромочная петля у нас изнаночная. Далее поворачиваем наше вязание на лицевую сторону и провязываем наши 14 петель. Кромочную снимаем, по рисунку вяжем платочную вязку, далее 1 лицевая, 1 изнаночная и наши довязываем 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Далее начинаем делать закрытие петель. Вяжем 1 изнаночную, далее у нас идет 1 лицевая и перекидываем изнаночную на лицевую. Следующую вот здесь вот петельку, накид наш, мы провяжем вместе со следующей петлей. Накид мы делали для того, чтобы не было дырочки. Далее вяжем вместе 1 лицевой накид и следующую петельку и перекидываем предыдущую петлю на эту петельку. Далее снова лицевая, перекидываем предыдущую, лицевая, перекидываем предыдущую, лицевая, перекидываем предыдущую. То есть где изнаночная мы вяжем изнаночную по рисунку, перекидываем предыдущую петлю. Там где лицевая по рисунку платочной вязки, вяжем лицевую. То есть вот таким вот образом мы начинаем закрывать наши средние петельки, наши 14 петель первого плеча остались на спице, вот таким вот образом. Все последующие петельки мы начинаем плавно закрывать, то есть там где у нас идут изнаночные, вот я вяжу изнаночные, дошли до нашего центрального жгута косички, там где у нас 12 петель. И для того, чтобы не было растянутая наша центральная косичка, мы сейчас попарно провяжем вот так вот две петельки вместе одной лицевой и перекинем предыдущую на следующую. Далее снова две следующие вяжем вместе одной лицевой и перекидываем на нее петельку. Далее центральные 4 петли мы закроем просто. Один, два по одной, три и четыре. И дальше еще два раза по паре мы провяжем лицевыми. Первая пара лицевая перекинули на нее и вторая пара лицевая. Петля вот так вот. И перекидываем на нее. Далее снова у нас изнаночная вяжем изнаночной, перекидываем закрытие, делаем изнаночная над изнаночной и далее лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Благодаря тому, что мы закрыли попарно, у нас получилась вот такая нерастянутая красивая косичка завершенная. И при этом не будет, скажем, на горловине растянутых некрасивых петелек. То есть как шла ширина косички, так мы и сделали закрытие по ширине вот этой косички. Далее мы должны закрывать наши петельки, пока у нас не останется на левой спице 16 петель. То есть как мы на первой оставляли 14 петелек для плеча, так и на этой должны оставить 14 петелек и еще плюс 2 петли. Дозакрывали до 16 петель и вот она у нас рабочая 17 петля после закрытия петелечек. Посмотрите, если вы вот так вот развернете спинку, получается у вас с правой стороны открытые петельки и немножечко выше сторона идет небольшое углубление, буквально на один рядочек изнаночный и аккуратно закрытая петелька на косичке. Далее мы довязываем до конца этого ряда все петельки по рисунку. То есть у нас идет одна платочная вязка лицевая, далее у меня идет изнаночная, далее третий столбик платочной вязки с левой стороны, одна изнаночная, одна лицевая и платочная вязка обвязывания нашей проймы и изнаночная кромочная. Далее разворачиваем наше вязание на изнаночный ряд. Изнаночный ряд снова вяжем по рисунку, кромочную снимаем, далее платочную вязку нашу по пройме вяжем, одна изнаночная, одна лицевая и далее вяжем платочной вязки наш второй столбик после обвязывания проймы. Теперь у нас идет лицевая, одна петля платочной вязки лицевая и довязываем вот эту последнюю петельку. Поворачиваем наше вязание снова на лицевой ряд, на лицевой стороне. Как вы помните, здесь мы делали закрытие для постепенного закругления две петельки. Здесь мы оставили еще рабочую петлю, поэтому мы к этим двум еще одну петлю дозакрываем третью. То есть мы протягиваем первую петлю рабочую, далее вяжем следующую петельку по рисунку изнаночной, на нее перекидываем вторую петельку, делаем закрытие. И третья у меня лицевая, то есть я просто по рисунку ориентируюсь и смотрю, какие петельки мне провязывать. И закрываем третью петельку. У нас должно остаться 13 петель с левой стороны и одна рабочая 14 петля с правой стороны на спице. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, правильно. И осталась рабочая петля. Мы к этой петельке довязываем по рисунку оставшиеся петли платочной вязки лицевыми, далее изнаночная, лицевая и петли платочной вязки с другой стороны нашего рукавчика проймы. И кромочная петля изнаночная. Все, мы довязали до конца. У нас закрыты петельки спинки, вывязана горловина, теперь можете эту ниточку отрезать и начинаем сшивать плечевые скосы. Одно плечо я уже сшила, чтобы вам показать, как будет выглядеть в итоге. Вот так у меня выглядит шовчик с лицевой стороны и вот так он выглядит с изнаночной стороны. Вам остается лишь только выбрать, с какой стороны вам делать закрытие. Если вам нравится больше изнаночная сторона, то, соответственно, будете закрывать с лицевой стороны. Вот так как сейчас у меня одеты петельки. Если же вам нравится больше вот такой шовчик с лицевой стороны, как бы продолжение наших изнаночных вот таких вот рядочков обвязывания проймы, то делайте закрытие петель с изнаночной стороны и получается с лицевой стороны такие вот изнаночные петельки. Вот тут вы уже определяетесь. Еще раз говорю, если вам хочется вот такое сверху, то делайте закрытие с лицевой стороны, как сейчас переодеты петельки. Если же вот такое, как у меня, то вы ворачиваете на изнаночную сторону и одеваете петельки таким образом, чтобы у вас вот этот хвостик, который мы оставляли, остался, скажем так, с рабочей стороны там, где острие наших спиц. Спиц. Хотите, можете переодеть на чулочные спицы, если у вас есть ими удобнее. Но в целом нам нужно сейчас вывернуть на изнаночную сторону, переодеть петельки таким образом, чтобы рабочая острая часть наших спиц была к той ниточке, которую вы оставляли хвостик. Я не буду полностью выворачивать, мне будет удобно и вот так. Я просто сейчас для себя поправлю, поверну удобным образом. Вот так. И все. Вот у меня с изнаночной стороны и рабочие хвостики. Теперь рабочий хвостик я вдеваю в иголочку, он у меня уже в детданном случае, и начинаю делать закрытие. Вот. Можете вывернуть полностью сарафан для того, чтобы было удобнее. Вот. Я беру в руки рабочий хвостик ниточки в иголочке и вот так вот острием, повернуто, будем делать сшивание. Вот этот хвостик, который остался у нас при вязании спинки, мы не учитываем. Берем, поворачиваем к себе спицы и вот она рабочая ниточка. Заводим вот таким вот образом под первую петельку иголочку и снимаем полностью иглой нашу петельку. Вот она у нас. Смотрите, была одета. И заводим вот таким вот образом, как бы вовнутрь петельки, поворачивая ее красивой стороной. Красивой это, то есть не перекрученной. Посмотрите, вот она у нас. И продеваем иголочку сквозь эту петельку, снимаем петлю со спицы. Протягиваем хорошо, затягиваем нашу ниточку. Далее находим следующую петельку с другой стороны первую. Вот она у нас. И ее точно так же снимаем на нашу иглу, не перекручивая. Вот таким вот образом. У нас уже спущенные две петли. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. Далее находим ту спущенную петлю первоначальную и вводим в нее иглу сверху вниз. И снизу вверх поддеваем следующую непровязанную петельку. Вот так. И снимаем ее со спицы. И продеваем сквозь две прошитые петельки нашу рабочую ниточку. Теперь сверху у нас две прошитые петельки, снизу только одна. Далее снизу берем петельку и продеваем иглу сверху вниз. Затем снизу вверх продеваем следующую непрошитую петельку на спицы. И снимаем ее со спицы. У вас на игле две петли. Продеваем сквозь две петли рабочую нитку. Затягиваем. Но затягиваем не слишком, так в меру. Далее снова берем прошитую, вот она, петелька. Заводим сверху вниз иглу. И снизу вверх вытаскиваем непрошитую сверху петельку. Вот так. И снова продеваем сквозь прошитую и непрошитую петельку рабочую ниточку. Снова сверху вниз заводим в прошитую нижнюю петлю. Вот она у нас она. И в непрошитую сверху снизу вверх. Вот так. Снимаем две петельки на иглу. И прошиваем сквозь прошитую петлю и непрошитую рабочую ниточку. Снова сверху вниз прошиваем петельку, прошитую сверху. И снизу вверх непрошитую. И снимаем со спицы непрошитую петлю. Сквозь две петли прошиваем нашу рабочую ниточку. Далее снова сверху вниз в нижнюю петлю опускаем иглу. И снизу вверх непрошитую снизу петлю. Снизу сверху. Вот они две спицы. И сквозь две петельки прошиваем рабочую ниточку. Далее повторяем. Сверху вниз опускаем в прошитую петлю иголочку верхнюю. И сверху, снизу вверх снимаем непрошитую со спицы. И прошиваем. Снова берем прошитую, сверху вниз заводим иглу. И снизу вверх выводим непрошитую. Прошиваем две петельки. Этот шов называется трикотажный. Он есть в ютубе, поэтому в принципе, если вам сейчас не видно, что я делаю, то можете открыть видео, более подробно посмотреть. Итак, сверху вниз, снизу вверх прошиваем сначала прошитую, потом непрошитую. Затем приступаем к нижним петлям. Вот она непрошитая. Сверху вниз. И снизу вверх достаем непрошитую со спицы. Постепенно у меня снимаются петельки и делается вот такое прошивание трикотажным швом. Далее снова сверху вниз я опускаю в петельку, последнюю прошитую. И снизу вверх вытаскиваю в непрошитую иглу. И сквозь две петельки я прошиваю вот так вот нашу рабочую ниточку. Сверху вниз вытаскиваем снизу вверх в соседнюю петлю. И так поочередно то сверху, то снизу. Самое главное, что когда прошиваете, смотрите, чтобы петельки у вас были красиво повернуты. Тогда у вас здесь будет красивый ровный шовчик невидимый. И не будут перекрученные такие вот петельки. Будет ложиться красивой косичкой лицевой глади. Сверху вниз, снизу вверх. То сверху продеваем, то снизу. Вот так вот дошиваем до самого конца, пока у вас не закончатся петельки на спицах. Посмотрите, я постепенно забираю по одной петле с каждой спицы поочередно. То с верхней, то с нижней. И у меня в конце концов не останется вообще петель. Самое главное, это приловчиться первый раз. Второй у вас шовчик на втором плече получится еще более быстрее и более аккуратнее. Но, как по мне, это самый удобный способ. Есть еще очень простой способ. Это просто закрытие петель сшивания, либо же закрытие петель одновременно с двух спиц. Такие варианты тоже можно рассмотреть для тех, кому непонятно, как сделать именно трикотажный шовчик. Сверху вниз, снизу вверх. Уже здесь я подхожу к крайним петелькам, и они немного спускаются. Поэтому придерживайте их обязательно, чтобы у вас ничего не упало и вы не потеряли петельки. Самое главное, что петель, как вы помните, было одинаково, как на нашем плече спереди, так и на плече спинки. Поэтому у вас должно попарно забираться петельки, одинаково оставаться и на одной, и на второй спице петель. Если где-то у вас не одинаково, то вы потеряли по ходу закрытия где-то петельку. Вот, я забрала уже с последней спицы петельку. И все, спицы я откладываю в сторону, мне они уже не нужны. Сейчас я затягиваю хорошо, еще раз пройдусь сверху петлю, захватываю снизу вверх. И вот так вот сверху вниз соседнюю петлю. Вот таким вот образом у нас получился шовчик. Посмотрите. Немножечко здесь у нас, скажем, неровно. Почему? Потому что вот она у нас рабочая ниточка. Мы ее также должны спрятать, и все у вас совпадет и сойдется. С одной стороны у нас выглядит край горловины, с другой стороны у нас край проймы. Все, прячем теперь краешки, ниточки, кончики. Вытаскиваем на изнаночную сторону, обязательно прячем с изнаночной стороны. Хотите, можете промежать эти вот косички, аккуратненько заметать. Хотите, можете спрятать своим удобным для вас способом. То есть, в принципе, здесь уже остается нам лишь только хорошо, красивенько спрятать краешек ниточки. Обязательно закрепите его. И со вторым плечом проделайте ту же самую систему. Точно так же. Здесь я тоже еще не спрятала хвостики. Все у меня аккуратненько. С лицевой стороны у меня получился вот такой вот шовчик. Благодаря тому, что у нас платочная вязка, его не видно. В принципе, здесь вот, если вам кажется, что не совпали лицевые петельки, ну, здесь при носке, это, ну, как бы, честно сказать, они кидаются в глаза. Вот. Вот они у нас немножечко, скажем так, неровно. Но, в принципе, здесь вот, посмотрите, с изнаночной стороны, так как мы сшивали, то все здесь совпало. Вот. Мне, в принципе, это подходит. Хотите, еще раз повторюсь, можете сделать то же самое, но с лицевой стороны, тогда вы точно уже будете видеть, где у вас вот эти лицевые косички, и их полностью совместить. Мне это подходит, поэтому я прячу хвостики ниточек с одной и с другой стороны, выворачиваем на лицевую сторону и начинаем обрабатывать петельки нашей горловинки. После того, как мы сшили плечевые швы, нам нужно набрать по горловине, пропустив петли планки, вот они наши планочки, начиная с вот этих изнаночных петель полосочек, нам нужно набрать вот такие петельки. Я буду набирать петли не из кромочных петель косички, а из предыдущего ряда. Вот они у нас изнаночные петли последнего ряда. Вот они верхние петельки, и есть нижние петли. Вот из верхних петель, пропустив петли планки, я начинаю набирать полностью все петельки. Перехожу к петлям жгута, с него набираю также одну петлю, можно даже две, то есть здесь вот предыдущие петли изнаночные, вот изнаночные петли, затем из петель жгута одну петлю. Далее у нас плечевой шовчик, я с одной стороны набираю одну петлю, и с другой стороны, и точно так же спускаюсь. Там, где у нас сзади петельки, вот они у нас изнаночные, тут все очень просто. Из петель набираем петли. Самое главное нам набирать таким образом петельки, чтобы по центру нашего жгута большого или косички было такое же петель количество в одну сторону и в другую сторону, одинаковое. То есть вот они наши петельки. Для удобства я брала себе, скажем так, рабочую ниточку, оставляла хвостик где-то порядка 80 сантиметров, рабочую ниточку оставляла в начале работы, вот так вот, и набирала петли вот этим хвостиком. Вот у меня что осталось из порядка 80 моих сантиметров, то есть где-то получается сантиметров 70 у меня ушло на набор петель по горловине. И дойдя до последней изнаночной петли, я остановилась. То есть я набирала просто крючком, вытаскивала, поддевая вот таким вот образом петельки. Рабочую ниточку сквозь верхние петли. И здесь у нас, как вы помните, была лесенка убавления, поэтому по этой лесенке убавления точно так же и поднимаемся. Затем эти петли после того, как набрали, переодеваем на спицу. Вот так вот, без, еще раз повторюсь, без петель планки. Планка нам не нужна. И далее нанизываем эти все петельки на спицу, и нам нужно провязать два ряда. Что касаемо, если вы набирали петельки, скажем так, рабочей ниточкой, и у вас здесь остался аккуратненький хвостик, то вы начинаете вязать с изнаночного ряда, то есть изнаночными петлями. Затем, уже дойдя до лицевого ряда, лицевыми петельками. Я начинала как бы наоборот, поэтому я буду сейчас вязать, начинать с лицевого ряда лицевыми петлями. Затем, провязав один ряд, я дойду до конца ряда и буду вязать с изнаночной стороны изнаночными петлями. То есть просто провяжу два ряда лицевой гладью. Вот так у меня получается выглядят петельки. Сейчас я донабираю до косички, затем продолжу с другой стороны. Так как у нас круговые спицы, как вы видите, все очень удобно и хорошо получается. Если вам неудобно набирать сначала петельки, а сразу же удобнее набирать на спицу, то есть неудобно вам набирать, как я вот сейчас набрала, а потом переодевать на спицу, можете сразу этой же спицей, либо с крючка снимать на спицу и делать петельки. Это уже, скажем так, зависит от того, насколько вы давно вяжете. Вот, все приходит, как говорится, с опытом. Вот, но дальше продолжаем набирать петельки просто из изнаночных петель предыдущего ряда. Кромочные петли не трогаем. Набрала я петельки и у меня получилось до центра косички нашей вот так вот 38 в одну сторону петель, 38 во вторую сторону. И сейчас я подтягиваю спицы в начало ряда, рабочая ниточка у меня в начале лицевого ряда, и начинаю вязать первый ряд лицевыми петлями, развернусь и дальше второй ряд буду вязать изнаночными петлями. Следите за тем, чтобы красивой косичкой у вас сложились петельки. При наборе, возможно, вы набирали не в одну сторону петли, поэтому, смотрите, я сейчас набрала максимально ровной, поэтому вяжу за одну стеночку все петельки. Если у вас перекрученная какая-то петля, то провяжите ее таким образом, чтобы у вас красивой лицевой косичкой она легла. Также следите за тем, чтобы у вас при переходе с одной стороны на спинку, в другую сторону, не было при провязывании никаких дырочек. Все должно ложиться максимально аккуратно. Если же у вас получается дырочка, можете одну петельку провязать перекрещенной, то есть за, скажем, вторую стеночку. И тогда у вас дырочки не будет. При провязывании изнаночного ряда я свяжу с коротеньким хвостиком несколько первых петелек. Первую я снимать буду всегда, это как кромочная у меня, и затем вяжу несколько петелек в двойную ниточку, для того, чтобы сразу же параллельно спрятать вот этот короткий краешек, хвостик нашей ниточки, вот этой второй. И все, потом я его просто отрежу, и мне не придется его прятать после того, как закончу работу. Довязав два ряда лицевой гладью с лицевой и изнаночной стороны, мы берем спицы, которые большего размера. Если у вас есть спицы номер 3, такие же, то используйте их. У меня есть тройка и тройка с половиной, поэтому с внутренней стороны я буду использовать те, которые побольше спицы. И точно так же берем, с другой стороны, вот она наша кромочная полосочка, с другой стороны мы будем использовать ряд, который ниже ряда кромочного, то есть вот здесь вот где закрытие петелек, на ряд ниже. Здесь мы брали на ряд ниже с одной стороны, чтобы красивая вот здесь была наша завершенная обвязочка. У нас получилась вот таким вот образом обвязка на горловине с одной стороны, с другой стороны мы точно так же набираем петельки. Единственное, что здесь неудобство может вам предоставить, скажем, вот эти лицевые полосочки, но вы точно так же из лицевой набираете петельку с каждой изнаночной и с каждой лицевой. Здесь точно так же вы набираете петельки по плечу нашему. То есть здесь вот у нас петельки, из них набираем. Суть такова, что так как изначально я брала, скажем так, 38 в одну сторону, 38 во вторую сторону петелек, я с внутренней стороны точно так же набрала 38 петелек в одну сторону и 38 петелек в другую, при том, что начала здесь вот с левого внутреннего края набирать петельки и остановилась здесь вот там, где у нас сейчас рабочая ниточка. С внутренней стороны набирать петельки лучше новой ниточкой, та, которая у вас с внутренней стороны моточка. Ей будет удобно вам провязать буквально точно так же сделать набор петель и провязать два ряда. То есть нам лучше бы использовать ниточку с внутренней стороны новую. Мы ее отрежем и потом спрячем краешек. А рабочую ниточку, которую вязали внешнюю сторону, ее не трогать. Мы ей продолжим далее вязание. После того, как наберете по 38 петелек, то есть это получается 76 петель, если в общей сумме все петельки, точно так же вы заканчиваете набор вот с правой стороны нашей. Сейчас, если на внешнюю сторону повернуть, то мы вяжем один ряд изнаночными петлями и один ряд с лицевой вот здесь вот стороны внутренней лицевыми петлями. Почему так? Потому что у нас сейчас будут два ряда вместе сшиваться. И как с внутренней стороны, так и с внешней должна быть лицевая гладь. То есть после того, как закончили набирать петельки, берем петли, я беру в данном случае побольше размер спиц, и провязываю точно так же кромочную, снимаю последнюю петлю и вяжу изнаночными петлями, то есть во внутреннюю сторону изнаночную гладь. Вот так вот. И у нас, посмотрите, кромочная косичка, косичка закрытия петелек будет с внутренней стороны между одной стороной, которую мы только что связали, и второй стороной. Я продолжаю вязать ниточкой другой, то есть та, которая у меня была в середине моточка. Я ей буду вязать эти два ряда и сделала набор петель, затем я ее просто отрежу и буду дальше продолжать рабочей ниточкой вязать. С внутренней стороны моточка проденьте пальчики и вытащите второй краешек. Вот оттуда я и взяла эту ниточку. Вот я сейчас провяжу изнаночными петлями в одну сторону, и у меня получится, что с этой стороны я провяжу ряд лицевыми петлями. Развернули вот на внутреннюю сторону нашу изнаночную, и с этой стороны мы будем вязать в обратную сторону лицевыми петельками. При этом краешек ниточки, который был у меня при наборе, я точно так же, как и в первом случае, соединяю с рабочей ниточкой. Первую снимаю и дальше продолжаю вязать несколько петель в две ниточки, в рабочую и хвостик. После того, как у меня закончился вот этот хвостик ниточки, я его бросаю и дальше продолжаю вязать только лицевые петельки рабочей ниточкой в обратную сторону. Вот мы провязали два ряда изнаночными петлями и один лицевыми петельками. Теперь эту ниточку внутреннего вязания можно отрезать, она нам больше не нужна, а будем продолжать работать лишь только той первой изначальной ниточкой, которая идет к основному мотку. После того, как ниточку отрезали, предлагаю вам краешек ниточки спрятать вот здесь вот по кромочной нашей косички внутренней. Сейчас у нас будет вязание сшиваться, первая спица и вторая вместе, поэтому получится и с лицевой с изнаночной стороны вот такая красивая лицевая гладь и спрячется вот этот кромочный шовчик. Поэтому предлагаю вам по нем спрятать вот эту ниточку. Все, ниточка спрятана и теперь поворачиваем к себе левой стороной, там где у нас петельки для пуговичек. Для удобства я повернула боком и теперь беру спицу меньшего размера, то есть вот они у нас две пары и беру ту, которую использовала на внешнюю сторону. Складываю вместе спицы ровно соединив и теперь буду провязывать попарно, захватывая с первой спицы петельку и со второй спицы петельку. Провязываю вместе одной лицевой петлей. Дальше снова завожу здесь за дальнюю стеночку, с другой стороны за переднюю стеночку и вяжу вместе две петли одной лицевой. Снова здесь за дальнюю, здесь за переднюю. И вот так вот провязываю две петли вместе одной лицевой. Вот так вот. И постепенно, постепенно у нас убирается с работы одна спица, как вы помните, и становится петелек в два раза меньше, соединив переднюю и дальнюю стеночку. Вот так вот у нас получается. С изнаночной стороны у нас уже будет изнаночные петельки ряда, так как с внешней стороны, вот она наша внешняя сторона. Здесь у нас изнаночная. Вот мы соединили петельки и теперь я, как вы видите, пришила уже пуговички. Теперь вот так вот, если застегнете, то вот это расстояние, это горловинка. Здесь обязательно должна помещаться шея ребенка, ничего не должно стеснять движений, давить. То есть обязательно вот это измерьте. После того, как все хорошо, то мы начинаем вязать саму непосредственно горловину. Мы спрятали нашу здесь вот кромочную косичку, которая была при закрытии. И все получилось очень красиво, гладенько, с внешней стороны вот так, с внутренней стороны так. И как вы помните, так как у нас горловинка отворачивается, скажем, на внешнюю сторону, то у нас теперь уже будет внешняя сторона вязаться с внутренней, то есть там, где у нас ряд изнаночных петельчик. Не здесь, а с внутренней стороны. То есть сейчас мы начинаем вязать, обвязывать будем по краям точно так же, как делали вот здесь вот нашу планку. У меня планка, как вы помните, состояла из кромочной петли и 5 петель платочной вязки. Точно так же и здесь у меня будет первая кромочная петля и 5 петель платочной вязки. Вот так. Вяжем 5 петель лицевых после кромочной. 3, 4, 5. А далее, так как это у нас лицевая сторона сейчас, то есть при отвороте, точно так же все петли продолжаем вязать лицевыми петельками до самого конца. То есть 5 петель платочной вязки это лицевые. Точно так же с этой стороны мы вяжем все петельки лицевые. Кромочная петля у меня будет изнаночная. Развернув на изнаночную сторону, мы точно так же кромочную снимаем. Далее 5 петель платочной вязки это 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И так как это у нас изнаночная сторона, то до последних точно так же 6 петелек, 5 петель платочной вязки и кромочной петли в конце ряда, мы довязываем все петельки изнаночные. И это у нас второй ряд горловины. Последние 6 петелек это 5 петель лицевых и кромочная петля. Далее разворачиваем на лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И начиная с третьего ряда, мы сейчас начинаем делать перед вот этими петлями платочной вязки. Здесь вот в конце ряда перед ними. И после них в начале ряда мы начинаем делать прибавления. То есть делаем после платочной вязки накид. И далее продолжаем вязать над лицевыми лицевые петельки. Далее перед 6 петлями в конце ряда мы сделаем такой же точно накид. Тем самым добавим 2 петельки в этом ряду. Дошли до 6 последних петелек. Делаем накид. И довязываем 5 лицевых петель и кромочную петлю. Далее поворачиваем на изнаночный ряд. Развернули на изнаночный ряд. Первую петлю снимаем. Далее вяжем 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь нам нужно развернуть таким образом следующую петлю, чтобы она красиво легла. Для этого берем, подхватываем петлю, то есть накид наш, и поворачиваем вот таким вот образом. То есть она у нас была просто как накид. Далее мы вот таким вот образом развернули ее и провязали изнаночной петлей. И далее все петельки до следующего накида мы вяжем изнаночными петлями. Дошли до второго накида. Первый накид мы снимали непровязанный и разворачивали его. Этот накид мы будем разворачивать в другую сторону. Вот таким вот образом, как он сейчас, как бы развернуть. Накид просто, вот он был у вас вот так. Так, секундочку. Вот так он у вас был. Вы просто его развернули и вяжем за ближайшую стеночку к себе изнаночную петлю. То есть мы его развернули с наклоном в другую сторону. Далее вяжем наши 5 лицевых петель платочной вязки и кромочную петлю. И теперь с каждой лицевой стороны мы будем вязать постоянно вот такие вот накиды после петель платочной вязки и перед петлями платочной вязки. То есть в каждом лицевом ряду мы будем добавлять по 2 петли. В начале петля и в конце тоже петля. Вот мы развернули. Благодаря тому, что мы сделали разворот одной петли так, другой петли так, то они теперь красиво в зеркальном отображении вот так вот расположены. То есть первую петлю мы поворачиваем, перекручивая ее, первый накид. А вторую просто разворачиваем, вот так вот раскрываем этот накид и провязываем за ближайшую стеночку. Она у нас получилась одна петля с наклоном вправо, вторая петля с наклоном влево. Вот таким вот образом я буду продолжать вязать просто лицевой гладью с лицевой стороны, изнаночной гладью с изнаночной стороны. И все. Дальше буду продолжать вязать платочную вязку и делать в каждом лицевом ряду накиды, а в каждом изнаночном ряду просто эти накиды провязывать, ничего не добавляя. Так нам нужно провязать 6 рядочков с накидами в лицевых рядах и 6 рядочков изнаночные петельки наши провязать вместе с накидами. Далее мы делаем еще один ряд с прибавлениями, то есть это седьмой по счету ряд с прибавлениями. Провязываем 5 петель платочной вязки, кромочную петлю снимаем, далее делаем накид и вяжем до следующей, уже с другой стороны, первой петли платочной вязки. То есть не довязываем 6 петель до конца ряда, далее снова сделаем накид перед началом вывязывания платочной вязки с другой стороны. Сделали накид перед платочной вязкой и довязываем до конца ряда 5 петель платочной вязки и кромочная петля. Далее разворачиваем на изнаночный ряд и провяжем сейчас мы полностью все петельки лицевые, то есть мы сейчас будем завершать так же как и по краям петлями платочной вязки. То есть повернув на изнаночный ряд, кромочную снимаем, далее вяжем для начала 5 петель лицевых, это у нас платочная вязка, как всегда мы вязали по краям. Далее у нас идет накид. Мы этот накид вяжем просто за дальнюю стеночку, ничего не перекручивая, просто за дальнюю стеночку лицевой петлей. Далее все петельки, которые у нас были изнаночные, мы вяжем лицевыми до следующего накида. Дошли до второго накида. Первый раз мы вязали за дальнюю стеночку лицевой, а сейчас как всегда второй накид перекручиваем, то есть его как бы раскручиваем и за ближайшую стеночку вяжем лицевой петлей, то есть с наклоном сделали в левую сторону. Теперь довязываем так же лицевыми до конца этого ряда и теперь нам нужно будет связать просто петельки платочной вязкой. То есть мы так дальше продолжаем вязать лицевыми петлями и с лицевой, и с изнаночной стороны, для того, чтобы набрать такую же ширину, как и здесь вязали по краям. То есть сделать нашу такую вот планочку, оборочку по краям нашего воротника. Накиды больше делать не будем, а просто вяжем лицевыми петлями. Кромочную снимаем первую и продолжаем вязать над изнаночными петлями лицевые петельки. Так нам нужно связать, пока у нас не будет 4 провязанных изнаночных ряда. То есть первый мы с вами изнаночный связали ряд, затем лицевой начали, затем еще 3 изнаночных и 3 лицевых ряда. Теперь мы оказываемся в начале изнаночного ряда и будем параллельно вывязывая пятый изнаночный ряд закрывать петельки. Кромочную первую петлю снимаем и дальше провязываем каждую последующую петлю лицевой. Но провязав первую лицевую, перекидываем на нее кромочную петлю. Снова вторую лицевую, на нее перекидываем кромочную петлю. Вот таким вот самым простым способом я буду делать закрытие петель. Если хотите, можете по 2 провязывать, но я здесь рекомендую все-таки по одной провязывать петельки и перекидывать каждую предыдущую на последующую лицевую петлю. Тогда у нас с лицевой стороны получится ненарушенный красивый узорчик изнаночного ряда. Провязав несколько петелек, поверните на лицевую сторону и что мы получаем? Мы получаем пятый вот такой изнаночный ряд и красивый уголочек воротничка. Вот таким вот образом я буду продолжать делать закрытие петель с изнаночной стороны лицевыми петельками. Дойдя до последней петельки, мы также ее провязываем и перекидываем на нее предпоследнюю петлю. Теперь сквозь оставшуюся петельку продеваем рабочую ниточку и отрезаем хвостик. Хвостик нам нужно будет спрятать помеж вязанием. И вот у нас получилась какая внутренняя сторона. То есть по идее это внешняя сторона изделия, но так как это воротничок, он отворачивается и у нас получается вот такой вот добавленный пятый изнаночный ряд. Все достаточно аккуратно и красиво получается. Вот так выглядит наша передняя сторона. Вам останется лишь пришить пуговички, спрятать хвостики ниточек, если они у вас остались. Точно так же и этот хвостик спрятать, который остался на воротничке. И все. Конечно, по желанию можете украсить. Можете сделать здесь карманчик на юбочке, если вам захочется. Либо же какой-то бантичек. Я в принципе этого делать не буду. Мне нравится все так. Я сделала достаточно большие пуговицы, хоть и думала здесь сделать поменьше пуговички, но нашла именно тон в тон подходящие с легким перламутром большие пуговички. Поэтому я оставлю здесь большие пуговицы и больше никакого украшения добавлять не буду. Можно подцепить сюда брошку. Но это опять же таки все по желанию. Если вам понравилось и осталось все понятно, не забудьте лайкнуть, подписаться на мой канал. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока.